Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Великий клуб и маска, бас-бас! Бастарцы, да, с лицом басты, да, и как бы, видимо, дошло. Я, в основном, не люблю с 80-х годов. Ча-да было. Мало нам коней московских, привезли еще ростовских. Молодец, видно, что со скучностью по выездам. Братцы, лайк. Богнали дальше, Чарльвич. Братцы, всем привет. Как вы понимаете, новый выпуск «Никофада» вот уже на канале, перед вами. Сразу ставим лайк. Короче, да, небольшой спойлер. Мы находимся уже на финальной стадии этого выезда. Но для вас только все начинается. Можно сказать, что контента практически нет. Потому что мы отдыхали, потому что мы шизили, потому что мы, короче, со времен Сочи. Победили в Ростове спустя там какой-то миллион количества лет. Саша Соболь-Царь. Соболь-Царь просто. Саня, если ты на нас смотришь... Пашка Маслов. Это просто, блядь, пулемет. Пашку Маслов особо не гнобейте, пацаны. Зачем по порядку? Короче, в этом выпуске что у нас было? У нас была встреча с братвой из... Ростова. С ростовской братвой, за ростовскую брату, за ягод сделал свою. Что-то не будем спойлерить, не будем. Смотрите, все. И дальше эти сладкие 10 минут специально для вас. Короче, мы увидели случайно, что пацаны рисуют что-то на стене. Вот мы ехали в электричке, едем мы в электричке, выходим, нажимаем стоп-кадр, стоп-кран. Короче, и вот сейчас с нами юный Сальвадор. Сальвадор, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь и как у тебя получился. Я вообще за закладкой шел. Сальвадор, ну ты. Просчитали все пропорты, да, сколько там, ширина, длина, и тому подобное. Все проклеили, чтобы были ровные линии, вспомогательные, на самом деле. Столько времени нужно на то, чтобы нарисовать ромб, плюс надпись? Слушай, на самом деле на ромб очень много времени требуется. Там спокойно час можно потратить, 30 минут, ну, всегда так по-разному. В зависимости от количества народа, от места, размеров. Ну, блин, надо все равно, чтобы стены города были украшены. В любом городе, где играет Спартак, были украшены наши цвета. Спартак. Ну, это графти масштабное, то есть и там 25 метров. Спартак обозначается, как бы, слово «мы». Мы заменили на ромб, приехали, чтобы победить. Здесь это, как бы, наш посыл команде, болельщикам, что у нас все матчи надо побеждать. Не отправляйте. Вы делаете правильное дело с «Алевадор», и на самом деле, чем больше людей узнает про Спартак, тем лучше, правильно? Да, команды популярны у нас. Мы топ-зарик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все, братцы, как вы уже поняли, мы с ребятами, с Андрюцией, с Аней, парни делают видосы, про движуху свою ростовскую, про стильмашскую, про свой клуб. Делайте очень крутой контент. Во-первых, он очень качественный, во-вторых, очень интересный, познавательный. Мы выражаем вам свой респект за то, что вы делаете, потому что жму вам руку, мы большие, молодцы, братцы. Объективно, то идет тенденция к развитию трибуны, и, наверное, в том числе и благодаря тому, что мы делаем. Мы как и своим творчеством, своей активностью стараемся популяризировать наш клуб, чтобы люди видели, не стеснялись, не боялись приходить на трибуну. Потому что многие пишут просто в обратной связи о том, что, о, блин, мы не знали, что можно прийти на фанатскую трибуну, поддержать команду на выезде. Алло, конечно, можно, нужно, приходите, делайте. У вас был выезд в Волгоград, многие, наверное, видели, кто не видел, сейчас пару кадров. Закупить 400 желтых дождевиков для сектора активной поддержки в Волгограде. Выглядело очень классно. То есть яркий градочный сектор в Волгограде, большое количество болельщиков, которые приехали, автоматы были активны, я так понимаю. То есть у нас были наши клапировки. Среда, на секундочку. Уходный день, да, и вывезти 400 человек. Но, между тем, это наш старый враг. И 16 лет мы не могли с ним встретиться в улучшных встречах. А матч, который должен был пройти в настое, это было осенью. Ковидом заболела команда Ротор, и мальчик не был. И поэтому все хотели встретиться. Заехали в Казачий хутор. Здесь, конечно, количество красно-белых болельщиков просто зашкаливает. Канал у ребят называется Чемодан и Борода. Поехал. Поехал с чемоданами. У нас чемодан со спецсигналами, поэтому не удивляйтесь. Как вообще выезда у вас проходит? Наверное, с моей стороны сложно. Это же просто ну. Это тяжело, потому что ну. Слушай, видишь, у меня сейчас появилась приставка, кстати, потому что ее собирали все. Скидывались. Мы делали плинч и собрали на нее, да. Реально скидывались все, даже, хочется сказать, и бомжам, и всем. Реально, это круто. От Москвы до Марпатного фанатов. Это классно. И вот он реально сейчас пытается пучать. Он кайфует. Прям и мне стало легче. Ты не манеришь в этом народе. Реально молодцы. Я сейчас как-то с ним интересно. Я сюда. А, Владимир, как бы, подтаскивает. И мы все пришли. Ну, знаешь, так обычно бывает, что по жизни, короче, ты встречаешь людей. Кто не знает, знаете, что в Ростове есть конская команда «Скаростов». Конская, да, дубль лошадей. Как у вас с ними отношения? Бывают ли у вас какие-то с ними пересечения? Потому что, ну, кто не знает, у Ростова и Спартака довольно дружеские отношения сложились со временем. Есть ли у вас какие-то проблемы в городе? Или все проходит довольно хорошо? Абсолютно нет никаких проблем. Я вообще их не видел. Я не знаю. Всех до 20-40 человек максимум не собирается. Проблема была у нас одна интересная, когда посвятили стикерам моей деятельности. Ну, сначала он выпустил стикера, и этот ACAB, только сделал как Ол. Что там было? Ол, ЦСКА, а Басты. Бастарцы. Да, с лицом Басты, да. И, как бы, видимо, дошло. Зацепило, зацепило. Ну, такая... По ней? Ну, конечно, да. Ну, он там изображен в коневой рознице. Он сейчас лицо, да, которое отрабатывает деньги, вложенную в его концертную деятельность. На самом деле, он никакое отношение к скаме не имеет. Человек, который гонял за Рассельмаш в юности. Ну, да, уже... У него даже в Инстаграм внизу провисать, там есть эти фотографии. Ну, вы как-то относитесь вот к тому, что Баста, там, типа, я Ростов, а типа, сейчас я там за СКА. Теперь вообще некуда. Вообще похер. Грубо говоря, это в той юности, ну, как бы, когда он, его творческая личность шла вверх, было круто, да. Было круто, да. Ну, наверное, типа, Баста читает рэпчик, все его слушают, типа, топит за Ростов, и вы такие молодые парни, по-любому слушали Баста. У нас там и одного возраста, как бы, с ним, и все это было, как бы, топом. Не, ну, то, что он, как бы, популяризирует имена Ростов, как город, везде там его показывают, и всегда говорят, Ростов-на-Дону, там, и какое-то его творчество, это отдельная история, да, и за это, как бы, можно сказать, что ему респект. Ну, а то, что он переобулся, ну, я это воспринимаю именно так. Зимний или зимний наряду. Ну, типа, да, но есть видос, где он стоит, дорогой мой Рассельмаш. Всем известный факт, что в Ростове есть тренер Карпин, есть игроки, которые были, да, собственно, вот летчик, которые, ну, собственно, спартаковцы, так получилось, что в Ростове играет много спартаковцев. У меня есть такая фотокарточка, это Карпин и Андрей Тихонов с автографом Андрея Тихонова. Я вам хочу презентовать, подарить его, вот, возможно, он здесь место займет, либо где-то у вас в коллекции, поэтому, партнер, держите. Думаю, что это будет приятный подарок для вас. Мы тебе тоже сделаем. Что там такое? Спасибо большое. Даже если ты не повторял длиней, как выезжал с Рассельмаш. Это как вот это, типа, вместо уикенда фэнда просто. Да, да. Такого в фаншопе ФК Ростов ты не найдешь. Не найдешь. Фаншоп ФК Ростов, он не как у вас. Спасибо большое, мацаны. Короче, братцы, кто, опять-таки, знает Андрюху и Саню, наверное, вы в курсе, что ребята... Не стесняйтесь, спешите. Ребята делают различного вида значки, шарфы и, в принципе, делают прикольные вещи. Еще раз повторюсь, все ссылки внизу. Переходим. Кто, может быть, коллекционирует или нравится творчество Ростова и все, что делают парни, приобретайте. И если вдруг мы въедем в Москву на выезд, пишите. Давайте встретимся, возьмем интервью. Обязательно. Есть крутой контент, пишите. Все, братва, спасибо большое за подарки. Фотокарточку подарили. Эту себе я забираю на память. Еще раз. Это мега круто. Это мега круто. Все, давайте, братцы. Привет всем парням. Расскажи, какой у тебя выезд в Ростов? Да хрен узнай. Я Ростов не люблю еще. 48-й? Нет, нет, нет. Я Ростов не люблю с 80-х годов. Чего-то было. Мало нам коней московских. Привезли еще ростовских. Весь Ростов и вся Москва. Ненавидишься искать? Нет. Все верно. Ну, это переделка нашего старого заряда. В принципе, хороший. А старый за... Ну, весь Ростов тоже. Там есть же коллеги, полторы коллеги, которые за красно-синих болеют. Парни, всем хорошего дня. Надеюсь, что будет хорошее настроение у нас. Ездите за Спартак, болейте за Спартак. К концу жизни вы поймете, что это самые лучшие годы в вашей жизни было. Братство, тусовка. Барагозы и так далее. Ну, и поддержка великого могучего. Девочки, красных романтиков, Местных фанатиков, Вы не без любовь. Красайте, девочки, Горярых мальчиков, Можей из Питера и мусоров. Мы все за одного. Мы все за одного. Контесты, мы все за одного. Продолжим поезд. Продолжим по,... ... Даем в силу, чтобы и вил, ускоренством дать! Славьтесь! Славьтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На стадионе, конечно, контент у нас пропадает, потому что, как уже сказал Василий Геннадьевич, на стадионе пушка, огонь, кайф, всех были рады видеть, очень много старых знакомых встретили, завели новых знакомых, короче, выезда это огонь, гоняйте на выезда, сказать нечего, просто всем спасибо. Рано или поздно дневник фаната выйдет качественно. Куда-нибудь во двор, блядь, за дверь начнем. А пока что кипяточек в вашей части. Редактор субтитров А.Семкин